добрый день сегодня очень интересная тема ловля пчелиных раёв ну пару слов скажу для тех кто не пчеловод смотрит это видео а такие знаю есть что такое пчелиный рой это пчелиная матка со взрослой пчелой которые вылетели из своего улья и прилетели куда-то улетели в поисках нового жилища этот пчелиный рой как правило вылетает по причине того что в старом жилье в прежнем жилье не было места они развились очень много расплода очень много пчелы и уже просто не помещаются оставляют молодых пчел закладывают маточники и улетают дальность их полета составляет порядка 5 километров 8 и 10 километров достигает максимально замечено до 90 километров такой перелет может составлять если они не находят где-то поближе себе жилье как правило в природе пчелы ищут дупла на деревьях поэтому больше склонны лететь куда-то в лесную местность в посадке так как сегодня пчеловодством занимаются люди даже на балконах своем доме частном секторе возле забора пчел ставят на даче то на сегодняшний день пчелиный рой можно встретить даже в городе пролетающим мимо многоэтажек зачем его ловить сразу скажу хорошо это или плохо чтобы те кто не знает что такое пчелиный рой не думали что это поимка чужих пчел и лову для пчел является чем-то таким некрасивым аморальным на самом деле нет ловля роя это очень даже полезное дело это спасение популяции пчел почему так потому что насекомые имеют инстинкты и они в любом случае полетят при определенных условиях которые не дают им оставаться на их прежнем месте улететь могут в трансформаторную будку пустой какой-нибудь ящик шкаф найти в общем место просто даже привиться на ветке найти такое место которое не будет соответствовать требованиям их и в котором они не смогут перезимовать поэтому для того чтобы помочь пчелам сохранить популяцию сохранить эту улетевшую семью просто необходимо делать специальные ловушки для пчел жилища я покажу два способа в этом видео один способ чтобы не делать сильно длинным ролик и потом будет еще один ролик со вторым способом значит первый способ наиболее трудоемкий сейчас поймете почему перед вами вот такой вот ящичек очень похож на улей чем похож тем что и формой своей и имеет все необходимые атрибуты прилетная верхняя чашечка прилетная доска следковым заградителем все это можно закрыть отрегулировать и так далее значит как этот ящик устроен внутри чем он отличается от улья от улья он отличается только размерами в этот ящик помещается всего лишь 8 пчелиных рамочек значит что внутри него вы видите вот эти две рамочки темненькие это вот такая у меня есть рядом еще не прикрепленная в ящик суш то есть это темная рамка из которой вышли пчелы забрали мед нет в нем перги меда суши эта рамка уже годится в перетопку просто перетопить получить из нее воск для дальнейшей его переработки но для чего она здесь нужна если она годится только в перетопку от нее исходит прекраснейший аромат аромат пчелиной пыльцы аромат меда эта рамочка пропитана прополисом поэтому тоже очень хорошо пахнет и поэтому также кроме таких вот я сюда поставил две рамочки ящик большой думаю поставлю две суши и вот здесь вот рядышком еще стоит новая рамочка с вощиной отдельно она у меня тоже есть я вам ее покажу вот она обычная новенькая рамочка с вощиной которая еще не отстроена пчелами и таких рамки я поставил сюда две значит этот ящик у меня в прошлом году был экспериментальным посмотрите из чего он сделан крышка из вот такого usb здесь дсп старой со старой мебели там дсп темный здесь светлый здесь вот такой вот тоже с какой-то мебели то есть я взял подручные средства и сделал такой ящик просто попробовать теорию на практике значит у меня получилось поймать один рой сразу же за ним прилетел второй говорят что пчелы квартирмейстеры которые ищут жилище перед тем как улететь всему рою они там и охрану выставляют несколько дней она охраняет улей чтобы не заняла другая пчелиная семья другой рой не знаю по этому поводу возможно это характерно для каких-то пород пчел но в данном случае в этом ящике один рой залетел и на следующий день до обеда сразу же залетел второй рой это говорит о том что никаких никакой охраны выставлено не было и рой за роем прилетели потому что просто одни пчелы облюбовали такой ящичек и другим захотелось здесь тоже пожить значит в прошлом году я делал две суши темненькие вощины две и остальное пространство заставлял пустыми рамками в этом году я так не стал делать просто поставил две вощины посмотрим что из этого получится закрываем этот ящик закручиваем саморезами у этого ящика есть самый главный большой недостаток это его вес его можно использовать как мини улик для отводочка но для ловли раев на дереве я сразу забегая наперед скажу что этот ящик мы должны поставить на дереве так как в природе пчел искать жилище себе в дуплах деревьев поэтому они склонны больше лететь куда-нибудь в посадке лес леса посадки леса полосы и возле деревьев подыскивать себе новое жилье в этом году я сделал второй ящичек вот такого размера если сравнить вы видите он меньше он уже на 6 рамок здесь я рамки еще не крепил для того чтобы специально вам показать значит посмотрите вот она суш это немножко светлее но тоже очень и очень хорошо пахнет одна рамочка темная здесь будет стоять вощинка одна вощинка вторая и можно вот в таком виде даже поставить этот ящик намного легче он сделан из дсп весь покрашен чтобы не размок обязательно первое правило это в качестве приманки запах второе правило это обязательно наличие листов вощины и третье правило рамочки нужно вот здесь вот обязательно прибить чтобы они вот как в первом ящике не двигались потому что когда мы их установим на дерево они могут как-то сместиться это не понравится пчелам раз во вторых когда мы будем их снимать с пчелами они их тоже могут раздавить поэтому сейчас закрепим рамочки вот я прибил рамочки такой лентой посмотрите теперь они не падают даже при переворачивании что нам и нужно было и можно закрывать крышкой здесь литковые заградители вот такие вот когда нужно перенести или перевести пчел мы их закрываем потом открываем конечно же оставим на дереве в таком положении еще не сказал для начинающих пчеловодов вообще в интернете есть видео когда ставят только какие-то старые рамки используют еще там всякие ненужные средства боятся что эти ловушки украдут я вам просто посоветую места выбирать там где более вероятней что не украдут почему же все таки лучше использовать новые рамки когда прилетает семья она с собой зубиках приносит какую-то часть меда нектара сразу же закладывает ее вот в эту рамочку где уже есть готовые соты готовые ячейки и сразу же начинает отстройку новой вощины и когда вы увидите что матка начала уже сеять в эти рамочки есть какой-то расплод вам станет жалко и у вас очень плохие рамки опять останутся в вашем использовании поэтому лучше использовать такие рамки которые еще один раз могут для вас послужить и наващивайте тоже хорошие новые рамочки пусть семья прилетает на новое место чтобы ей там понравилось также друзья должен сказать о том чтобы вы позаботились о способе переноски ящика так как он имеет внушительный вес особенно вот этот мой первый и с пчелами он будет еще тяжелее ну а теперь поиск места находите лесополосу посадку где-то около трех километров трех пяти даже километров от места где могут теоретически жить пчелы это дали от любого населенного пункта и в таком месте находите вот такие деревья какие такие толстые с толстыми стволами и вот с такими развилками затененные толстые деревья с развилками сейчас я вам покажу проверенное место на котором я уже ловил пчел не один раз вот посмотрите хорошо освещенное дерево в то же время оно находится в тени тень полутень вот с таким мощным стволом обязательно дерево должно быть не больным не трухлявым зеленым живым и вот в этом месте есть разветвление ветки на которые ящик можно просто поставить сейчас схожу за лестницей и покажу вам уже его на дереве установка новых квартир завершена вот она ловушечка стоит на толстом дереве не гнилом зеленью и за этим деревом еще одно дерево а там вторая ловушка остается ждать сегодня 20 мая результат я вам позже покажу в прошлом году я ставил 15 1 июня уже снял первый рой в этом году развитие семей немножко запаздывает на пять дней позже поставил посмотрим что из этого получится в этом году